Настоящий кулинарный поединок для особенных ребят. В детском доме Звездной состоялся необычный праздник. Перед командами «Огонь и Лунтик», куда вошли члены организации «Солнечный круг», волонтеры и дети-сироты, стояла задача накрыть праздничный стол. Меню очень простое. Меню – это наша традиционная хлеботерапия. Мы нарезаем буханку хлеба, потому что для человека с ограниченными возможностями здоровья даже нарезать хлеб – это целая проблема. Мы режем хлеб и мы готовим салат. Идея кулинарного поединка «Горшочек варе» родилась по трем причинам. Во-первых, в начале декабря весь мир отмечает День инвалидов. Во-вторых, это повод показать, какими навыками овладели дети в рамках проекта «Я все смогу сам». С сентября ребята учились убирать, совершать покупки в магазине и готовить. В-третьих, этот праздник – часть дипломной работы Анны Шалахановой, нынешняя студентка колледжа сферы услуг, тоже особенный человек. В будущем мечтает быть аниматором. Я планировала поставить цель, чтобы показать людям, что дети с ограниченными возможностями здоровья могут сделать все то, что могут сделать люди обычные. То есть это приготовить, что-то как-то спраздновать, повеселиться, отметить праздник. Команды готовили салаты «Пенек» и «Грибок». Чистили яйца, нарезали ножом овощи. Затем ингредиенты нужно было выложить слоями, промазать соусом и придать красивую форму будущему блюду. Овощи мы подготовили заранее. Это картофель, морковь, лук, огурцы, паштет. В рамках этого конкурса мы хотим, чтобы каждый ребенок принял участие и внес свой вклад. Самым сложным для ребят оказалось удержаться от дегустации и не пробовать блюдо раньше, чем оно будет готово. Отдельно следует сказать о соусе. Заправку для салата приготовили специально, как альтернативу неполезному майонезу. Соус у нас сметаны, с использованием сметаны, оливкового масла, горчицы. Его можно использовать и в домашних условиях. Как и в любом кулинарном конкурсе, итоги гастрономического поединка оценивала строгая, но компетентная жюри. Очень приятное сочетание продуктов. Мягкий и нежный вкус. Ребята в течение наших трех месяцев занятия отрабатывали формы нарезки. Не просто это нам давалось, но, в общем-то, уже мы имеем какие-то результаты положительные. К всеобщей радости завершился праздник дегустации и удивительным шоу мыльных пузырей, которые с удовольствием посмотрели и дети, и взрослые. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.